И вот, наконец-таки, в преддверии Нового года мы вам рады сообщить, что здесь на улице Магнитной 111 располагается супер-мега-центр, в котором вы можете купить и машины отечественного производства, и импортные машины, и, естественно, машины продать. Потому что, и благодаря Виктору Филиппу Шарашникову, который в свое время сказал, что, господа магнитогорцы, вам не стоит тратить деньги и морозиться, потому что все-таки холодно, 5 месяцев, на улице минус 15 градусов, и это не есть хорошо. Зато сегодня и сейчас вы можете здесь, а где это место найти, это все очень просто. Казачья переправа упирается в космонавтов, и вот это место. Здесь берете машины за недорого, здесь продаете машины и получаете за это прибыль, и здесь оформляете замечательный кредит, потому как все-таки машины во всем мире приобретаются, извините, но в кредит. Да, этого раньше мы не видели. Точнее, видели примерно следующее. В дилерских центрах продавались очень дорогие машины. А мы захотели машин для народа. А народ в 90% случаев у нас покупает отечественные машины. В ценовой политике до 150 тысяч рублей. Но где такие места-то были? Правильно, левобережный рынок. И там под тем, что капало сверху. А хочется, чтобы не капало. Хочется иногда и заглянуть под авто. И вот то самое место здесь, на магнитной 111. Ну, сюда пришли, здесь хорошо, тепло, светло, клево. Такого раньше-то и не было. Вам это нравится? Да, очень нравится. Замечательно здесь в салон. Мы посмотрели машины, походили, выбрали для себя. И по цене, и вообще по качеству машина хорошая. Я обращаю внимание, что здесь как раз есть те машины, которые просто можно купить. А для магнитогорца, по-моему, порог 500-700 тысяч, это немножко неправильно, да ведь? Ну да. То есть цена получается 150 тысяч, так ведь? Да, 150. А вы тут ничего не подумаете. Здесь тепло, причем теплее, чем в трехкомнатных квартирах Ленинского района. То есть все, что нужно людям и без снега, и без холода, и в состоянии нормальном, и с ценой вопросов в тему. Да еще дивные кредиты есть здесь же. Ну чем это, не в радость? Честно, я вот не понял. Я приехал сюда и увидел, что здесь нормальные люди и нормальные машины продаются, так? Да, машина здесь интересная есть. Как бы выбор, в принципе, большой. Большой рынок, как бы, повыбирать, есть что, есть дорогие, есть, скажем так, недорогие экономные варианты. Смотреть, есть что, теплее не на улице. Мне вот кажется, что магнитогорцам это и надо сейчас, да, такие недорогие машинки, правильно? Ну, каждому свое. То есть кто-то дорогие берет, кто-то недорогие. Смотря для каких целей автомобили используются. А если вы используете машину на каждый день и вам не надо далеко обмотаться, по-моему, проще здесь купить? Здесь проще всего, потому что здесь, как бы, есть российские машины, которые по деньгам-то, вроде бы, недорого стоят, но качество, в принципе, для этих денег в них хорошее. Поэтому я думаю, что если хорошую рабочую лошадку выбрать, то здесь это самое лучшее место. Что требуется городу Магнитогорску сегодня? В Магнитогорску сегодня не требуются большие машины. И в Магнитогорске, если честно, в лучшем ходу классики, понимаете, классика, 2010 год, в машине три года. Стоимость 128 рублей. Состояние, ну, просто идеал. Зашел, посмотрел, да и, наверное, купил. Потому как, а что еще надо-то? Еще машина, кстати, на хороших колесиках и диски-то, видите, клевенькие, да? То есть, по-моему, большего-то и не надо. Если вам нужна техника для перемещения на работу, допустим, потому как ездить на дорогих машинах смысла нету. Но я-то сюда пришел за другими вещами, потому что была у меня когда-то вот такая машинка, вот, ВАЗ-2109, вот, почти такого же цвета. И сегодня мне сейчас необходима машина, за которую я не заплачу кредит, понимаете? Я просто его сейчас возьму, вот, и ничего платить не буду, потому что первоначальный износ 0%, а срок кредита 60 в месяц. Но если мне захочется куда-то в другое место, да, съездить в Турцию, допустим, да, чтобы и места было побольше, и удовольствие было, ровно столько же, в принципе, машины мне и та нравится, и эта. То вот машинка, которая мне сильно-сильно понравилась. Цена вопроса 113 тысяч рублей. И опять же, это все на зимней резине, как и это в том числе. И честно, и кладя руку на сердце, я понимаю, что то, что в пределах 3000 долларов, и это то, что нужно. Да потому, как проще машину восстановить, чем ездить на новой. Тема не моя, тема Discovery. Да здесь все как-то так. Машины недорогие, и машины в разы дешевле, чем те, что стоят в салонах, и пылятся, покрытые пыльякою, и затираются манагерами. А после продажи цена-то в минус 150, и в раз. Вот мы с Максимом ходили по базару и думали о том, как себе позволить дешевый автомобиль. Дешевый автомобиль на полном приводе. Дешевый автомобиль на полном приводе дешевле, чем 320 тысяч рублей, мы не смогли найти. Но здесь мы нашли Chevrolet Niva, вещь, а не машина, с опелевским двигателем, 1.8, представляете? Цена вопроса 283 тысячи. И на этом автомобиле можно себе позволить все то, что вы можете сделать на других машинах. Понимаете? Потому что здесь все-таки полный привод, и машина ездит. Ездит как надо. А еще мне сказали, что после Нового года здесь будет вообще супер-мега предложение. То есть вы приходите сюда, заказываете автомобиль отечественного производства в необходимом вам цвете, с нужной вам комплектацией. И через два дня он приезжает к вам. Чем ли это не круто? Конечно, надо понимать, что есть и то, что стоит подороже. Конечно, здесь покупают и ваши авто. Конечно, можно поставить машину и на комиссию. Но опять, вам надо понимать, что нужно горожанам. Хотя кое-кто может купить и подороже. А вы попробуйте и поймете, что так и должно-то быть. И зачем диваны и кресла? И нам-то они нужны в меньшем количестве, чем автомобили. Хотя по цене-то это одно и то же. Я просто видел кресла и за 5, и за 10 тысяч долларов. Но не каждому дано устроить практически в центре города теплый и естественно крытый рынок. Рынок с правильными ценами на автомобили. На то, без чего Магнитогорск уже не Магнитогорск. Но вы же хотите ездить. Да пусть так-то оно и будет. Вот только ездить надо на том, что продается в нормальных условиях.